Спецтехника для уборки дорог от снежных заносов и наледи готовится к очередному сезону. На этот раз начали за два месяца до календарной зимы. При этом быстрой очистки, о которой мечтает, наверное, каждый водитель и каждый второй пешеход, снова не получится. Техники не хватает. Сколько нам еще техник купить для того, чтобы город содержался в день и в время не хуже, чем в летнем. В планах для города техника есть. В реальности придется справляться тем, что имеем. На дороге области выйдет около 10 тысяч спецмашин. Убирать наносы, топить снег и лед реагентами. Их уже заготовлено 60 тысяч тонн. Добрать осталось 100 тысяч. Смесь песка и соли посыпется в первую очередь на социально значимые дороги. Областного значения и подъезда к школам. Поступило нам с области 20 единиц техники. Это 8 единиц самосвала для вывоза снега в городской черте. Далее 5 единиц бабкетов. Это для очистки остановочных павильонов и тротуаров. 2 единицы КДМ для зимней уборки и снега. Самое главное это большой ротор, который у нас в городе не было. Мощный большой ротор для очистки пригородной зоны. Сегодня проводятся проверки по всем дорожно-экспрессионным предприятиям и их готовности. Наличие необходимой и укомплектованной техники. Наличие запасов горюче-смазочных материалов, запасных частей, сменного оборудования. Для того, чтобы уже зимний период мы прошли без проблем. Нехватка техники в борьбе с обильными снегопадами не единственная проблема. В работе коммунальных служб и дорожников нет слаженности. Коммунальщики чистят дороги и вывозят снег ночью, а управляющие компании чистят придомовую территорию днем. Так утром снег оказывается на тротуарах, а днем на проезжей части. Убирать снег одновременно не получится. Днем загружены дороги, ночью дворы. Дворы у нас заставлены большим количеством личного транспорта. Поэтому здесь мы, конечно, берем этот вопрос на проработку. В любом случае, выезды со всех дворов, на триквартальных проездов, на магистральные дороги. То есть, синхронизацию всех работ мы берем на себя. Для того, чтобы управляющие компании не портили то качество очищенных дорог, которые произведет Доремстроя. Водители, внимание! Новый мост через Волгу перейдет на зимний скоростной режим 60 км в час 16 октября. Это ежегодная мера. Оставить сообщение об опасных участках на дорогах можно на номер горячей линии 79 50 14. Валерия Чурова, Геннадий Бухтояров, репортер 73.